Приветствую всех! В школе Джобса меня зовут Дастан. Hello everybody and welcome to Job School. В этом уроке мы с вами поговорим о глаголе to be и способах прощаться. Ладно, а теперь мы поговорим о Шекспире. Давайте, let's talk about Shakespeare и поговорим о пьесте Гамлет. Let's talk about Hamlet. Датский принц задает вопрос, если вы помните. Быть или не быть. Вот в чем вопрос. To be or not to be. To be or not to be. Есть такое выражение, в этом весь вопрос или как он там. Итак, грамматика нашего урока сегодня глагол to be. Мы познакомимся с глаголом to be. Он переводится как быть. Если немножко экскурс, в русском, если брать, как мы говорили в начале, в русском языке иногда нету сказуемого. Мы просто можем сказать, что эта книга интересная. Здесь нет сказуемого, здесь нет глагола. Но в английском предложении всегда должен быть глагол. Обязательно должен быть глагол, да? То есть, вместо того, чтобы сказать, эта книга интересная, если дословно переводить на английском, нужно сказать, эта книга есть интересная. То есть, глагол to be переводится как есть, находиться где-то, да? Или являться чем-то. Эта книга есть интересная. То есть вы должны связать это, например, this book, interesting, то есть this book, книга, и интересно, это совсем разное, их нужно как-то связать, да, и нужно обязательно. И давайте нашим следующим шагом будет знакомство с формами глагола to be. Мы вот с вами прошли места имения, давайте теперь пройдем. Итак, с I, я, мы должны использовать M. Это у нас в глаголе to be. Надеюсь, вам видно? Итак, субъект, конечно же, I, мы с ним используем M, да, I am. Дальше у нас получается с местоименями he, she и it мы используем is. Например, также можем использовать это в единственном числе is, например, с какими-то обычными предметами, существительными, например, сумка, стол. Неодушевленные. Предметы, да, то есть можно использовать с этими местоименями, когда вы говорите о ком-то, да, например, она красивая. Как это сказать на английском? She is beautiful. She is beautiful, да, то есть мы должны связать, да, she is beautiful. She is beautiful. Она есть красивая, если дословом переводить. И у нас в конце идет множественное число и с этими местоименями. We, they, да, ты, а, также you у нас есть. Мы с ним должны использовать R. Простите за мной. Также у нас со множественным числом, то есть когда вы говорите, например, про друзей, друзья или какие-то проблемы, дома, то есть со множественным числом используем R также. Хорошо, давайте, также у нас есть, давайте все повторим. Итак, Мафтуна, как сказать? Я есть. I am. Кира, давай. He is here. He is? Here. Не, просто he is. He is, she is, it is, да. И последний у нас. We are, they are, you are. You are, да. Отлично. И чтобы, честно говоря, когда native, то есть native speakers, то есть англичане или носители языка, они сокращают эти глагол to be. Например, если мы говорим I am, мы можем убрать A, да, и у нас получится I am. Например, типичный англичанин вместо I am busy, я занят, он скажет I am busy, я занят. То есть со всеми можете просто убрать вот эту первую букву и добавить апостроф, и мы получим сокращение такое. Чаще всего это используется в разговорной речи. Хорошо, давайте теперь немножко потренируемся с нашими предложениями и с глаголом to be. Например, Даяна, как сказать она занята? She is busy. She is busy. Отлично. Мафтуна, мы на работе. Как это сказать на английском? We are at work. То есть мы находимся на работе, да, говорим про этот факт. Например, Кира, как сказать это сложно? It's difficult. Да, it's difficult или it is difficult. It's difficult. И последний у нас я готов. I am ready. Отлично. А вот у меня возник вопрос, а если мы это используем не в устной речи, а в письменной, мы также можем сокращать? То есть если есть сочинение и что-нибудь еще? Если вы какие-то документы пишете или, например, эссе на уроке, например, сокращать не принято. Но вы можете это делать, например, если пишете другу какое-то письмо или переписываетесь в чате, можно использовать, конечно же. Давайте немножко подумаем, что можно о себе сказать, да, потому что мы должны постоянно практиковаться с этим глаголом to be. И он самый важный, я считаю, один из самых важных глаголов и тем, которые вы должны знать. Что вы можете, например, сказать о себе? Например, I am tall. Или, например, I am at school, например, мы можем сказать. Я в школе, да, в школе английского. Что ты можешь о себе сказать? I am cool. Я крутая. Отлично. Кира, что ты можешь о себе? I am pretty girl. Отлично. Я красивая девушка, да? Что ты можешь о тебе сказать? Какие-то твой характер, например. Как сказать, я ленивая, если ты ленивая? I am lazy. I am lazy. Отлично. И Таяна, что ты можешь о тебе сказать? I am responsible. Отлично. Как это переводится? Я ответственная. Отлично. И также можно сказать о себе и где вы сейчас находитесь, например, да? То есть это глагол такой универсальный. Где мы сейчас находимся? We are here. We are here. We are in studio, да? Мы снимаем здесь, да? Хорошо. То есть практика этого глагола самая важная, я считаю. То есть, да? Все, что находится или кто кем-то является. Например, she is good. Или можете себя похвалить. I am smart, я умный, например. Я с кем вы являетесь? Также, конечно, I am teacher, например. She is, например, engineer. She is an engineer. То есть все, что связано... То есть когда у нас в предложении нет глагола, обязательно... То есть не бывает в английском предложении, когда нету глагола. Обязательно должен быть какой-то глагол. Действие. Например, да, действие. Например, ты где-то находишься, да? Например, by the way, we are in Tashkent. Мы в Ташкенте, да? То есть ты не можешь сказать... Например, ты можешь сказать... с глаголом live, да? I live in Tashkent. Я живу в Ташкенте. Но ты здесь не должна добавлять глагол to be, да? Например, I am live in Tashkent нельзя, потому что здесь два глагола, получается, как-то не сурадится. Либо используешь live, либо глагол to be. I am in Tashkent или I live in Tashkent. Хорошо? То есть все, что связано с этими, конечно же... А, да, то есть когда мы используем is, когда говорим о каком-то предмете или человеке. Например, my brother is stupid. Мой брат тупой. Например, о ком-то, когда ты говоришь, как ты сказала? She is an engineer. Она инженер. Она является инженером. Или там... Он милый, да? He is cute. Какие также еще можно про кого-то... Что ты можешь сказать? Скажи, моя комната сверху. Моя комната сверху? My room is upstairs. То есть на втором... То есть получается такой... Мушинка. Да, да, да. Сверху получается, да, место. Например, Кира, скажи, мой любимый фильм Титаник. А если это не Титаник? Ладно, любую этого любимый фильм. My favorite film is Batman. Batman, okay, great. С напряжением is. О ком-то, когда говорите, или о чем-то. Math is hard. То есть математика... Mathematics is hard. Да, это сложный предмет. Также можем сказать, кто, когда где-то находится. I don't know where she is. Я не знаю, где она находится сейчас, да. Также обязательно попрактикуйтесь, если будете дома. Посмотрите, что вокруг вас. Хорошо? Например, можете сказать о себе, или о ком-то, или где вы находитесь. О любом, что находится. Оглянитесь вокруг. Хорошо? И, конечно же, последнее споряжение у нас это are. Здесь мы можем говорить о множестве людей или предметов. Или также со словом you. Например, you are beautiful. То есть ты красивая. Хорошо? Или множественное число. You and I are good friends. Ты и я хорошие друзья. И, например, с we придумай что-то. We are busy now. Можно так сказать? We are busy. Мы заняты сейчас. Да. Или просто с they, например. They are crazy. Они сумасшедшие. They are insane. Также можно сказать про людей. Например, look at these people. They are happy. Посмотрите на людей, которые, например, на улице. Они счастливы, да? То есть описать можно все, что находится вокруг вас, да? Также, что можно еще извлечь из нашего гамлетовского вопроса? Он также подсказывает нам, что в английском языке отрицания образуются при помощи слова not. То же самое, как в русском не. Например, взяв высказывание Шекспира to be or not to be. Быть или не быть. Давайте мы какие-то вопросы придумаем. Например, да? To go or not to go. Пиццерию. Или идти или не идти в пиццерию. Давай тоже придумаем что-то. To say or not to say. Okay. Кира? To say or not to say. Говорить или не говорить, да? Что-то там. To pop or not to have. To pop or not to have. Иметь или что-то не иметь, да? Отлично. To eat or not to eat. Есть или не есть. Есть или не есть. Вот в чем вопрос, да? Нет. Нет. Нет.